Всем привет, дорогие друзья! Мы снова с нашим Ежеподкастом перед матчем. Здесь мы говорим о футболе и только о нем. А футбола у нас очень много. У нас теперь матчи каждые 2-3 дня. И это матчи самого высокого уровня. Это матчи Лиги Чемпионов. Локомотив уже в Австрии, значит самая пора разобрать нашего следующего соперника. Это Red Bull Salzburg. Как и обычно, мой соведущий Александр Малых поможет мне по косточкам разобрать нашего соперника и рассказать вам, в каком состоянии Локомотив подходит к этой игре. Привет, Саш. Привет, Тим. Скорее всего, это ты виноват в том, что закрыли границы, поскольку иначе бы я не смог присутствовать на записи этого подкастика. Но в этом году, сулево всего, без евро выездов. Так что будем в очередной раз шаманить победу Локомотива. Да, конечно, пришлось закрыть границы. Иначе кто еще объяснит нашей команде, как побеждать? Ведь с момента выхода Ежа подкаста мы побеждаем в каждом матче. И прерывать эту традицию, я думаю, что было бы преступной халатностью перед матчем Лиги Чемпионов. Не добавить, не убавить. Николич может просто на теории включать. Как раз 40 минут, удобный формат. Ребята не перегреваются. Все отлично и выходят на поле заряженными с победой. Ну а слушателям я хочу сказать, что если вы хотите, чтобы победа Локомотива продолжалась, то обязательно подписывайтесь на все наши подкастовые источники, в зависимости от того, как вам удобно это слушать на Ютубе или в Яндекс.Музыке, в Apple.Музыке, в iTunes, в Google.Подкастах. Там мы везде есть, везде можете подписаться и слушать нас в удобном формате. Ну а на Ютубе еще и лайк можно поставить, комментарий написать, и нам будет очень и очень приятно. Состав Локомотива, который прилетел в Австрию, тебя что-нибудь удивило? Да, наверное, нет ничего, что могло удивить после того, как мы увидели заявку на матч Суфой. По-моему, не было иллюзий о том, что Игнатьев либо Макеев полетят в Зальцбург. Хорошо, что Чарли в заявке команды полетел. Пишут, что вроде как готов выйти в стартовом составе. Без него, конечно, было бы еще тяжелее, но, конечно, не может не смущать наличие в заявке всего 7 человек на первые оборонительные 6 позиций. 7 человек, которые хоть раз играли за Локомотив на те 6 из 11 позиций, что есть в стартовом составе. У нас огромное количество выбывших спортсменов, и чья потеря тебе кажется наиболее страшной? С моей стороны, я бы не рискнул выпускать Живоглядова хоть в одном матче Лиги Чемпионов, как это в прошлом году делал Палыч. Насколько я помню, Живоглядов не сыграл ни в одном матче, несмотря на то, что в это время играл в чемпионате. Поэтому я бы сказал, что потеря Игнатьева звучит довольно грустно на правом фланге за обороны. Но, судя по всему, Живоглядов и наигрывал с собой основным правым защитником. Поэтому, скорее всего, Макеев, для которого это должна была быть его полноценная выставочная Лига Чемпионов, после которой Локомотив бы торговал его от 35 миллионов евро, но как минимум первым матчом пропустит. А Ангина Райковича? Ангина Райковича, надеюсь, как можно быстрее вылечиться в Москве. И какие бойцы нужны команде? Нам нужен бандит в раздевалке. И я, честно говоря, ну, понятное дело, что все это с мешочки про Райковича. Да, конечно, самые страшные потери, как мне кажется, у нас в центре поля. И, понятно, да, мы уже не вспоминаем про Диму Баринова с его травмой. И мы больше обращаем внимание на очередные потери прямо вот накануне Лиги Чемпионов. Понятно, Игнатьев и Макеев. Но в целом, в целом весь состав, который мы видим, как приехавший на Лигу Чемпионский матч, он не вызывает вообще никакого, как сказать, уважения, наверное, со стороны соперника, потому что он абсолютно дисбалансирован. Там огромное количество нападающих, примерно столько же, сколько у нас защитников и опорников вместе взятых. И при этом наш футбол, он, в общем-то, ориентирован именно на оборону. И потеря любого бойца из вот этого списка приведет к, ну, наверное, к катастрофическим последствиям. Да, наверное, центральный защитник, слава богу, у нас Чурлук поправился. И теперь хотя бы, если вдруг что-то случится, может заменить Лысцов. Человек, который провел один матч за Локомотив, 92 минуты провел Лысцов за Локомотив. Но если что-то случится в опорной зоне или что-то случится по краям нашей обороны, то там будут выходить люди, которые не провели за Локомотив ни минуты еще на данный момент. И это Лига Чемпионов, это важнейший турнир, в котором Локомотиву обязательно нужно себя показывать. На мой взгляд, это, ну, едва ли не самый грустный итог трансферной кампании и в целом работы спортивного департамента Локомотива, что вот к первому же матчу мы подходим в таком состоянии. Трансферное окно закрылось буквально неделю назад. Я понимаю, если бы, не знаю, к шестому матчу вдруг неожиданное стечение обстоятельств поломались, вдруг неожиданно, опять же, на одной и той же позиции по 3-4 человека, и тренеру вот хочешь не хочешь, а придется выпускать какого-нибудь молодого, но опять же можно было бы его хотя бы наиграть на эту позицию, чтобы не было дебюта в Лиге Чемпионов. Но когда такое происходит в первом же матче, сразу после окончания трансферного окна, это вызывает большие вопросы и большие сомнения относительно сбалансированности состава и систематичности действий, которые происходят в клубе. Вот я помню, что многие в чате горевали о том, что как так у нас Дима Барин вылетел, нужен точно человек по порную зону. Как мне кажется, что проблема с флангами была еще более выражена, еще даже в концовке прошлого сезона, когда Маций получил травму, и у нас стало не так много хороших вариантов вообще на края. Я вообще считаю, что только с нахождения в команде, с прихона в команду новых хороших крайних защитников Локомотив может рассчитывать на какой-то скачок в игре. И я очень ждал, несмотря на то, что хорошо и тепло отношусь к Мацию и Рыбусу, я все-таки, наверное, как-то даже надеялся, что контракт с ним не будет продлен просто ради того, чтобы Локомотив попробовал у кого-то нового на эту позицию. Но прошло время, и мы видим, что если бы еще и Мация не продлили, то я даже не представляю, кто бы вышел ли он защитником на матч в среду. Ну, не будем касаться трансферной политики. Мы здесь говорим о футболе, мы здесь говорим про Зальцбург, про Лигу чемпионов. Единственная мысль, наверное, которую я завершу весь этот спич, это то, что Краснодар, которому завтра, а точнее для тех, кто будет слушать этот подкаст, сегодня играть с Реном, придется играть без троих, как минимум, футболистов основного состава, из которых двое вылетели по причине коронавируса, и тренер, насколько я понимаю, Мусаев также не полетел по этой же причине. Я очень надеюсь, что эти проблемы Локомотив не затронут уже непосредственно в Австрии, и если вдруг что-то произойдет, у нас запаса прочности нету вообще никакого, что касается нижней половины состава Локомотива. То, что сверху атакующий футболист и нападающий, там выбор наконец-то появился. Не могу сказать, что какой-то сверхгениальный и позволяющий очень серьезно менять тактику, менять настроение команды, но, по крайней мере, выбор именно в самих футболистах есть. Если что-то случается с футболистами защитной части Локомотива, там все гораздо-гораздо печальнее. Пока Локомотив играл с Уфой и мастерски преодолевал оборонительные редуты команды Рахимова, Рэдбул в достаточно легкой манере обыграл Санкт-Польтон в Кубке Австрии. Мне довелось посмотреть примерно половину этой игры, первый тайм, пока не начался матч Локомотива, и потом досмотреть хайлайт, и еще 15 минут я зацепил во время перерыва. 3-0 выиграл Рэдбул, 3 голевых передачи сделал Доминик Сабаслай, еще примерно 5 голевых Сабаслая запорол Пацан Дака, но в целом Рэдбул выиграл достаточно убедительно, пускай и с двух стандартов, пускай и с ошибкой вратаря. Мне показалось то, что Рэдбул сейчас находится не в самой своей лучшей форме, по крайней мере тот Рэдбул, который играл в Лиге Чемпионов год назад и всех восхищал, с Холландом, который забивал в каждом матче по 2-3 мяча, и буквально первым между двумя-тремя матчами Лиги Чемпионов оформил свой переход в топ-клуб, осталось только выбирать в какой именно. Сейчас Рэдбул находится, наверное, в гораздо более низкой точке своего развития, пока еще футболисты, которые там выступают, за исключением, наверное, того самого Доминика Сабаслая, далеки от перехода в топ-клуб. Я на самом деле ожидал большего, непосредственно от Зальцбурга, как минимум в обороне, потому что они действительно давали создавать моменты, не могу назвать их явными, но у Санкт-Польтона было несколько достаточно неплохих подходов. Я думал, что разница в классе такова, что этот матч будет в одну сторону. Но все равно Зальцбург показывает очень хорошее движение в атаке, такая хорошая хаотичность управляемая, когда в одной атаке здорово подключился опорный, и полузащитник оказался на позиции нападающего, в другой, наоборот, фланговый игрок здорово сместился в центр и отдал передачу на выход твоему любимому центральному нападающему. И даже несмотря на то, что он действительно несколько моментов хороших выпадов практически один на один не реализовал, но если он эти моменты создает сам для себя, своим движением, тем, как он проносит мяч через несколько линий, это тоже о многом говорит, что действительно у нападающего может случиться день, когда мяч не летит в створ, но если он продолжает создавать моменты, находится постоянно в главной фазе атаки, находится на мяче, обыгрывает защитников, то эти голы придут. Поэтому Зальцбург – это очень серьезный соперник, особенно в плане физики. Хорошо, что мы сыграли тоже в субботу, поэтому у Зальцбурга не будет какого-то преимущества по времени восстановления перед матчем. Но Зальцбург все равно показывает хорошее впечатление примерно в той же степени, что и мы обсуждали во время, после жеребьевки, что атлетичная команда, все бегут, все борются, могут отдать хороший пас, поэтому легко точно не будет. Бегут они просто сумасшедшим образом, вся команда просто получает мяч, и тут же начинается движение. Со стороны кажется, что хаотичное, но видно, что тренер у команды неплохо поработал, и игроки понимают, куда отдавать передачи, куда бежать. И Пацан Дака, он пускай и тоже не забил довольно много мячей в субботу, у него были отличные выходы 1 на 1, и как он бежит, это просто фантастика. У нас, я боюсь, что никто так не умеет, и есть надежда определенная на Зе Луиша, он как раз частенько показывал умение протащить мяч вперед в своих португальской части своей карьеры, и в Спартаке тоже периодически забегал с мячом достаточно неплохо, но сравнить скорость Зе Луиша и Пацана Даки просто невозможно. Однако, я вспоминаю, опять же, год назад и полтора года назад, когда за Red Bull с Альцбургом, ну, когда они еще не играли в Лиге Чемпионов, и за ними следили в основном потому, что там играли кучу молодых футболистов, все равно Эрлинг Холланд играл гораздо более страшнее для своих соперников, он клашматил из любых позиций, ты ему только дай мяч, а он обязательно забьет. Вот этой вот убийственности у Пацана Даки нету, в этом, я думаю, что есть определенный наш шанс. Если бы мы встретились с Red Bull год назад, мне кажется, что шансов было бы гораздо меньше. Ну, тогда Red Bull, по-моему, был главной выскочкой того группового этапа, действительно, с первого же тура забили, по-моему, больше трех мячей в трех играх, понятно было, что и Холланд, и Минамина, и... Они первый свой матч 6-2 закончили. Без шансов. И я помню, что действительно, что, как бы, казалось бы, неподготовленному зрителю, что там, по-моему, был достаточно равный матч по афише, и когда настолько большое превосходство, тогда Холланд действительно забил все, что мог, все, что было нужно, но я согласен с тем, что кажется, во всяком случае, на данный момент, что у Зальцбурга тоже есть определенные проблемы в плане того, что в прошлом году состав был явно сильнее, но, наверное, те же ключевые особенности, они остаются при себе. Это яркие игроки атаки, быстрые, бегущие, хорошо бьющие, поэтому мотиву придется проявить некую компактность в обороне, как минимум, чтобы постараться их держать. Рэдбул играет по примерно той же схеме, что и Локомотив 4-4-2, но есть один небольшой нюанс, как говорится. Рэдбул, конечно, играет исключительно в атаку, у них с обороной все достаточно печально, на самом деле печально, Станк Польтон доходил до ворот Рэдбула ни раз, ни два, и мог забивать, и моменты у них были достаточно хорошие. Не могу сказать, что у Рэдбула классный вратарь Станкович, в основном все заканчивалось на том, что игроки Станк Польтона не могли попасть по воротам, или не могли попасть мимо защитников. Я надеюсь, что в этом есть определенный шанс для Локомотива, нужно только напрягать этих самых защитников, как мне кажется, достаточно важно будет организовать прессинг на чужой половине поля, чтобы эти самые защитники напрягались, чтобы для них было сложным выходить в атаку, для них было сложным находить уже Сабаслая, находить Койта и других ребят, которые уже, получив мяч, разбегались бы и создавали проблему нашим оборонительным игрокам. В этой связи, наверное, вот как Зе Луиш играл против Уфы, нужно, чтобы играло еще 3-4 человека, чтобы они бежали, напрягали и мешали начинать атаки. Вот у меня относительно Локомотива есть некоторые опасения, вот как раз из-за схемы, наверное, 4-4-2. Я так понимаю, что у нас безальтернативно завтра в середине будут Даня Куликов и Джекош. И есть небольшое опасение, что вот даже по сравнению с тем матчем против Байера в том году, когда действительно Локомотив показывал очень хороший прессинг, и в том числе Федя Смолов, по сути, наполовину сделал тот самый второй гол Баринова, действительно здорово прессинговал. И у Локомотива в том матче абсолютно не было никакого разрыва между опорной зоной, защитой и атакой. Все смотрелось достаточно гармонично, игроки здорово заполняли зону, и, по сути, двигались таким единой пружиной, немножко сжимаясь в оборону. И в определенный момент, особенно это в начале встречи хорошо работало, пружина эта разжималась, и 3-4 человека организовывали прессинг и либо ответную уже контратаку, если мы чужие перехватили к этому времени. Глядя на то, как Локомотив играл с Уфой, у меня уже возникают опасения именно за эту зону между двумя нападающими и двумя номинальными центральными полузащитниками. А если учитывая, что, скорее всего, так будет складываться игра в среду, что Жегаш и Даня будут действовать еще ниже, то мне действительно очень боязно вот за эту зону, по сути, центрального атакующего полузащитника. Ведь 4-2-3-1, вот 4-4-2 не сильно вообще отличается своей формацией. Просто вот есть номинально в 4-4-2 это нападающий, который все равно садится вот в эту зону центрального атакующего полузащитника и оттуда руководит игрой. Была очень большая проблема с Уфой, когда Федя Смолов садился в эту зону и он трижды пытался вывести Дера, дважды Дера и один раз Рефата Жемалединова, один на один своими передачами. И, по-моему, все три раза мяч улетел за лицевую линию. Настолько это было не точно, ни в шаг, ни в ход сильные вот эти передачи. И Вакмотив исключительно терял мяч после того, как Федя пытался сместиться в эту зону атакующего полузащитника. Попытки сделать из Федора Смолова Алексея Верончука пока проваливаются. Я был на стадионе, но все равно делал себе небольшие заметочки в телефон относительно моментов. Я вот все жду, что может быть когда-нибудь Матч ТВ разрешит использовать свои видеоматериалы. Вот у меня шесть подряд сообщений с девятнадцатую минуту по двадцать пятую о том, как Федор Смолова четыре раза подряд потерял мяч. И пока я чатик писал, что четыре последних касания Федора закончились потерей мяча, он еще и пятый раз это сделал. Ну, если Локомотив не будет сохранять мяч вот в тех редких контратаках, поскольку вот тот отрезок матча с Уфой, даже Локомотив смотрелся хуже, и в какой-то момент Уфа даже немножко прижал Локомотив на своей половине поля. И вот те выходы, которые заканчивались просто потерями мяча наших нападающих. Я надеюсь, что Федор будет более мотивирован на Лигу Чемпионов и постарается хотя бы половину из этих касаний оставлять своей команде, а не отдавать сопернику. Ну, справедливости ради, Федор в матчах Лиги Чемпионов действительно показывает чуть более высокий уровень футбола, чем в среднем по матчам Российской Премьер Лиги, так что можно надеяться, что действительно некая мотивация в нем будет. Но я, да, я не случайно сказал именно о прессинге, на мой взгляд, это наиболее слабое звено сейчас в Николичевском футболе. Мы очень часто, после особенно 15 минуты, первые 15 минут у Локомотива, в принципе, достаточно неплохой футбол почти во всех матчах, которых мы в этом сезоне сыграли. Но после 15 минуты очень часто, причем абсолютно неважно, с кем мы играем, Локомотив мяч теряет и уходит всей командой на свою половину поля и не может навязать контр-игру, потому что защищается очень низко, соперников встречает очень низко и неважно, перед вами Химки, Уфа, ЦСКА или кто угодно, мы прессинга и проблем с развитием атаки для соперника вообще не создаем, а, как мне кажется, это ключ к успеху над Редбулом. И очень важная как раз разница с матчем с Байером, тогда была эта пресловутая 4-1-4-1 и выдвижение Мурила на позицию опорника, которая позволяла Криховику и Баринову постоянно в этот самый прессинг включаться и не париться о том, что если вдруг их отрежут передачей, там зона опорников останется пустой и голой. Там был Мурила и всегда мог подстраховать. И абсолютно не случайно то, что голы в том матче забили Криховик и Баринов. Им развязали руки, их отпустили вперед и они сделали разницу. И делали эту разницу потом еще в нескольких матчах в этой же самой формации. Там и Баринов головой забивал, и Криховик свой, наверное, лучший отрезок выдавал, когда дальними ударами клал голы, в том числе Зениту. Сейчас мы этого вообще не ждем. И из-за проблем с составом, и из-за того, что сам Николич вообще ни разу не показал, что он готов пользоваться такой вот наработочкой, такой вот интересной мыслью. И Криховик-Куликов, которые будут играть в центре поля, я думаю, абсолютно безальтернативно, они будут сидеть сзади в обороне. Я не могу себе представить, что они пойдут прессинговать вперед, потому что тут же оголяется зона, тут же туда идет дальняя передача. И все эти бастроногие, замечательные игроки Зальцбурга получают и пространство, получают возможности для обыгрыша один в один. Но это, наверное, будет тогда скорее смерти подобно для Локомотива. Ну вот, по сути, я именно это имел в виду, что скорее это даже будет не 4-4-2 в исполнении Локомотива, а некое подобие 4-2-2-2 именно с опорниками в середине поля, а не просто центральными полузащитниками. Даже несмотря на то, что это будет не первая игра Дани Куликова в Лиге чемпионов, я думаю, что все равно определенное волнение, даже несмотря на то, что там будет в составе соперника много его сверстников, я вот совсем не вижу, что Даня будет активно бежать вперед прессинговать. Я думаю, что это будет очень аккуратный матч со стороны даже, ну, наверное, со стороны Гжега же. И вот у меня очень большие опасения вызывает вот как раз та центральная зона, поскольку если Феди или Эдер не будут опускаться, если Антон не будет смещаться с фланга в центр, заполнять эту зону, то у Локомотива действительно будет очень большая проблема как с выходом в атаку, так и с контролем мяча. Относительно того, что ты сказал, вот, да, у меня тоже в занятиях четко видно, что с 18 по 26 минуту Локомотив провел на своей половине Понят даже в матче с Уфой, и были шансы и моменты для того, чтобы выпрямить эту пружину, перейти в атаку, но и Эдер не так активно выигрывал свои единоборства после того, как команда делала длинную передачу. И, как я уже сказал, Смолов часто ошибался, терял мяч, и после того, как ты защищаешься на протяжении нескольких минут, очень важно как раз просто сохранить мяч. Не так важно построить какую-то классную контратаку, сколько просто дать всей команде подышать. После того, как три минуты ты защищаешься, перехватил мяч, тут же его потерял, еще две минуты защищаешься. В том числе очень большое количество энергии уходит, как у крайних защитников, так и у опорников. Поэтому мне очень не нравится, что Локомотив допускает такие отрезки, когда вообще находится без мяча, даже против не самой сильной команды. Я обещал тебе на прошлом подкасте, что у тебя будет много возможностей поговорить про Куликову в контексте Лиги Чемпионов. Я не думал, конечно, что это случится из-за подозрения Макеева на коронавирус, но факт есть факт, Куликов будет играть в этой Лиге Чемпионов. И у меня до сих пор не сложилось никакого впечатления об игре Дани Куликова. Это довольно странно, потому что играет он часто, но вот сыграл он с Уфой, сыграл полный матч, но как он действовал на поле и какую-то оценку его игре у меня дать не получается. И так примерно в каждом матче. И это неплохая оценка, потому что вот он выходил на Зенит, выходил на ЦСКА и было все нормально. Но это и не хорошая оценка, потому что вот тот же Макеев, он пускай и много ошибается в передачах, но он всегда заметен на поле, ты всегда видишь, вот отбор, вот он пошел вперед, вот он здесь дошел до чужой штрафной площади, здесь навязал, здесь, не знаю, там в подкат пошел. Куликов, ну не могу сказать, что вообще не виден, да, вот, например, был очень хороший момент с Уфой, когда он внутри своей штрафной добежал и остановил корпусом игрока Уфы. Но в целом его вклад в игру для меня остается большой-большой загадкой. Как тебе, Даня? Мне бы, наверное, хотелось, чтобы особенно в матчах против команд второй восьмерки Даню было чуть больше вида на поле. Я в последнее время люблю наблюдать за киберспортом, в частности Counter-Strike. Там есть такой показатель, как рейтинг 2.0, который отражает общее участие конкретного игрока в том или ином раунде, что неважно, какое именно действие им было совершено, то есть показывает уровень участия в игре непосредственно в ключевых эпизодах. Вот по Дане я вообще не могу вспомнить, чтобы какая-то опасная атака началась после его хорошего пасса, либо какой-то отбор. То есть вот если в том году, в позапрошлом, можно было что-то сказать похожее про Коломельцева, что вот вроде есть человек, выполняет свою определенную работу, совершает энное количество отборов, но далеко не лидер, играет не так ярко, и поэтому от него много и не требуется. Но мне кажется, что особенно на контрасте видно со Стасом Макеем, который практически всегда находится с мячом в построении атака Локомотива, участвует в каких-то ярких эпизодах. Я не то чтобы могу как-то сильно ругать Даню, потому что действительно из его зоны не приходит голов. Локомотив играет на ноль уже какой матч подряд, но в атакующих действиях я, конечно, жду от него гораздо большего. В 4-4-2 от центральных полузащитников зависит очень многое. Согласен? Конечно. Это схема, где именно центральные полузащитники влияют на игру. Они как и создают первый эшелон обороны, так и сами обязаны же конструировать эти атаки впереди. И Куликов в центре поля Локомотива на матче с Зальцбургом. Это, наверное, скорее слабое звено Локомотива. Слабое звено Локомотива там еще справа сзади, конечно, присутствует. Как мне кажется, в большей степени я бы, наверное, именно так обозначил слабости команды в данный момент. Но позиция правого защитника, она не такая важная в команде, как позиция центрального полузащитника в схеме 4-4-2. Правый защитник — это ослабление наших действий в атаке, понятно, да? Это, ну, какие-то моменты в обороне в том числе, но правого защитника всегда должны кто-то страховать, и в том числе те же самые опорники, чтобы не оставлять один в один. Позиция центрального полузащитника в 4-4-2, она едва ли не основополагающая. От тебя зависит как оборона, как соперник будет проходить вот этот центр поля, и будет ли он делать это на скорости, или он будет это делать шагом. От тебя зависит и атака в том числе, потому что ты получаешь мяч примерно в 2 раза чаще, чем игроки любой другой позиции на поле. И тебе нужно дальше раскидывать его либо на нападающих, либо на фланги, либо приостанавливать мяч. И еще раз говорю, да, что в центре поля у нас играет Даня Куликов на один из важнейших матчей этой Лиги Чемпионов. И для меня это определенно одна из главных проблем. Я бы, наверное, все еще надеялся, и хочется мне верить, что Локомотив выберет какую-то другую схему, исходя из просто из-за того, что, ну, нету обоймы игроков, чтобы выполнить необходимый функционал именно в 4-4-2. Особенно мне страшно за середину поля, когда Даня Куликов получает желтую карточку в первые 30 минут матча. Такое было, насколько я помню, со Спартаком в концовке еще прошлого сезона, в том матче, когда 1-1 сыграли. Еще в каком-то следующем матче, где Даня получал желтую там в первые 15 минут, и после этого он вообще не может играть в тот футбол, в который привык. Он абсолютно не идет в стыки. Соперник этим пользуется. Даня начинает проигрывать практически все единоборства один в один, потому что банально боится получить вторую желтую. А проблема еще заключается в том, что в среду, если, не дай бог, случится эта быстрая желтая карточка, его абсолютно неким будет заменить. У нас судят турок, которого разозлил Леонид Слуцкий своими высказываниями еще, когда он был тренером в Голландии. И есть подозрение, что это турок с антироссийскими настроениями. Ну так, просто. Это уже была бы третья тема нашего подкаста. Думаю, что судей разбирать уже точно Лиги чемпионов дело не самое важное. Но я абсолютно согласен с тем, что Даня, надеюсь, сыграет в аккуратный футбол. Я абсолютно не вижу, чтобы он принимал активное участие в атакующих действиях. Я думаю, что у них с Гжегожем будет достаточно серьезная разбивка по функционалу на поле, несмотря на то, что они будут, казалось бы, на одной позиции. Думаю, что вот как раз Даня будет тем страхующим Мурилом прошлого сезона, нежели Барином или Криховиком того матча, которые активно будут напрягать и добегать вплотную до вратаря соперника. Давай пока немного сместим акценты на Рэдбул. Знаешь ли ты, кто тренер у этой команды? Вот этот вот дикий человек с двумя миллионами просмотров его видеомотивации в перерыве матча против Ливерпуля. Да, я сегодня посвятил день-вечер изучению того, кто такой Джесси Марш. Это первый американский тренер, одержавший победу в Лиге чемпионов. У него достаточно интересная карьера. Есть интересный факт из биографии. Он играл во всех первых 14 сезонов МЛС и считается, ну, понятное дело, самым перспективным американским тренером. Входил в штаб сборной США, когда они достаточно неплохо пошумели, когда Америка вдруг неожиданно открыла всему миру, что она умеет играть в сокер. Работал ассистентом в Лейпциге, потом перешел на самостоятельную должность в Зальцбурге и в первый же свой сезон показал какие-то чудеса в Лиге чемпионов, в том числе и чудеса мотивации. Но знаешь, что меня больше всего поразило? На сайте Red Bull есть статья, я ее тоже скидывал. Семь, по-моему, важных факторов, что нужно знать о Джесси Марше. Там нету ни слова о тактике. Там все семь пунктов посвящено тому, какой он классный мотиватор к тому, как нужно заставлять игроков отдавать 100% себя на поле, а вовсе не какие-то вот такие вот заумные схемы, тактики, перестроения, вот это все. То есть человек не из плеяды Сарибола и кружев Гвардиола на футбольном поле. Да, это забавно. Сейчас есть некая парадигма, в которой молодые европейские тренеры, они должны быть просто какими-то тактическими гиками. Все эти XG, все эти Сариболы, деление футбольного поля на 180 миллионов зон, и водить игроков за ручки, чтобы они точно знали, в какой зоне им нужно оказаться, если мяч находится в том или ином положении. Судя по всему, Джесси Марш вообще не об этом. Джесси Марш о том, как раз, чтобы накачать игроков в перерыве, чтобы они вышли с горящими глазами и втоптали тебя в газон. Это, ну, мне кажется, довольно интересно и необычно, особенно в системе Лейпцига, где, например, сейчас Найгельсман тренирует. Но, возможно, подобная тактика, она как раз здорово работает над функционалом раскрытия тех самых молодых звездочек, на которые направлен Зальцбург, засветить, ярко потом выгодно продать, либо перевести в первую команду франшизы в Лейпциг, где уже Найгельсман будет вытачивать из них бриллиант. Но, наверное, вот тем самым молодым бегущим африканским нападающим не всегда нужно изобретать какой-то велосипед, раскрывать их с точки зрения того, как кто куда бежит, как непосредственно действительно дать тот импульс, расслабить даже психологически. То, что вот, допустим, в том году, как мы говорим, что молодые команды, первый раз играя в Лиге Чемпионов, могут там стушеваться, как бы не показывать свои лучшие качества просто из того, что давление трибун, гимна Лиги Чемпионов перед матчем негативно может на них повлиять. Нет, в том году казалось, что этот Холланд десятый раз уже играет в этой Лиге Чемпионов, и с таким хладнокровием, с таких мотиваций, с которым они выходят на поле, ну, казалось, что это уже опытный игрок даже по европейским меркам. Мне вот, когда я начал говорить про тренера, я даже не очень понимаю, Николич это вот про тактику или про мотивацию игроков. Наверное, как-то ни в ту, ни в другую сторону не получается его определить. То есть, с какой-то степени, мне кажется, в том числе и с Уфой, как я вижу, что в перерыве был достаточно серьезный разговор, потому что на второй тайм команда вышла с совсем другим настроем. И в этом плане, мне кажется, Лига Чемпионов должна быть еще более мотивирующая со стороны Локомотива. Но мы немножко... Опять я ушел от темы Зайсбурга. Все-таки ты у нас больше эксперт по австрийскому футболу. Да, я смотрел целых 60 минут Зайсбурга в этом сезоне. Я могу считаться экспертом. Да, я согласен с той темой, что вот такой вот подход тренера к футболистам, он позволяет именно раскрывать индивидуальность, именно то, над чем Red Bull Зайсбург работает и то, в чем их философия находится. Ты можешь загнать всех футболистов в рамки, они будут играть и добиваться результатов, а потом ты этого футболиста выдергиваешь, и оказывается, что без вот этих конкретных тактических рамок он из себя ничего особенно не представляет. Здесь же ты даешь ему свободу, ты даешь ему раскрываться, они раскрываются, и, соответственно, тренерам и селекционным отделам всех клубов мира видны именно настоящие качества футболистов, и они готовы за это платить. Но, с другой стороны, как мне кажется, это дает определенные козыри в руки Николичу. Соответственно, если команда именно завязана на яркие индивидуальные действия и на то, чтобы тренер там кричал на них в раздевалке биться-бороться, ты можешь этому противопоставить порядок и класс, и таким образом нивелировать разницу в уровне футболистов, которые, как мне кажется, есть. Если говорить о том, Николич тренер-тактик или тренер-мотиватор, я думаю, что сам Николич, наверное, себя бы причислял к, ну, конечно бы, сбалансированным, если бы Нобель спросил у него, тренер-тактик ты или тренер-мотиватор, он обязательно бы сказал, что нужно и то, и другое. Но я думаю, что сам Николич наверняка считает себя неплохим тактиком, но вот отсутствие серьезной гибкости, в отличие от Тимура Гурцкая в интервью Нобелю, я не очень вижу, я не очень вижу, чтобы локомотив менялся по ходу матча без смены игроков, а когда эта смена игроков происходит, то это скорее вот смена тактического стиля, завязанная на особенности этих самых футболистов, да, то есть ты меняешь одного футболиста на другого, и, соответственно, ну, Эдер, который больше про то, чтобы получить мяч издали и скинуть его партнеру, меняется на Зе Луиша, который решил попрессинговать Белинова, и в этом есть определенное изменение тактического рисунка. Ну, даже вспоминая концовку прошлого сезона, мы об этом, наверное, не говорили, и это не выделялось ярко, но мне кажется, Николич уже тогда начал играть именно в 4-4-2, просто тем самым вторым нападающим был Алексей, который продолжал выполнять функционал атакующего полузащитника, а не нападающего. И действительно, Локомотив, допустим, в том же матче с Уфой с выходом, я помню, Каманопа на левый фланг, Антон перешел в центр, то есть и казалось бы, что Локомотив остался при той же схеме, но Антон действовал чуть в глубине и брал на себя обязанности по тому самому выходу из обороны в атаку, в том числе тот выход там 3-2 или 3-3, именно Антон в середине поля получил мяч и дирижировал, управлял той атакой из центральной зоны. Потом вышел Лис, это сразу тоже вернулось на 4-4-2, то есть непосредственно где у тебя два ярких форварда, которые должны взаимодействовать между собой. Пока главное, ну, когда говорим про некую тактическую гибкость, я лично подразумеваю под это некую подготовку к сопернику и изменение модели игры в зависимости от того, что показывает соперник в конкретном матче. Изначальная подготовка, да, ты какие-то вещи знаешь о сопернике и готовишься к ним, и уже по ходу матча, если соперник что-то показывает, соперник играет каким-то определенным образом, ты под это подстраиваешься. Пока что единственный матч, в котором мы это видели, как мне кажется, вот именно яркий единственный матч, это был матч ЦСКА, в котором вдруг неожиданно выходит Игнатьев на фланг под Марио Фернандеса, и это приносит свои плоды. Мне это очень понравилось, я это несколько раз отмечал, но с тех пор, по сути, по-прежнему мы ничего не видим, по-прежнему мы абсолютно одинаковым образом выходим, что на ЦСКА, что на Химки, что на Уфу. Да, с Химками тоже у нас играет Владислав Игнатьев, хотя уже никакого Марио Фернандеса у Химок нету. Ну, наверное, посадить Влада после такого матча было бы тоже не совсем правильно, я думаю, в том числе и от определенной психологии строился состав на матч с Химками. Я бы, наверное, немножко смягчил вот этот вот аспект, потому что, ну, все-таки мне бы хотелось, чтобы Локомотив в матче против 14-й, 15-й, 13-й и 12-й команды чемпионата все-таки строил игру от себя. Мне хочется, чтобы в матчах против команд 13-го, 14-го, 15-го места РПЛ Локомотив забивал больше одного и двух мячей. Для этого все-таки нужны определенные тактические изменения и понимание того, как ты собираешься взламывать оборонительные редуты соперника, которые будут стоять в две линии по 5 человек в каждой. И вот этого я как раз не вижу, и это меня как раз очень сильно беспокоит. Но мы сейчас не об РПЛ, мы сейчас о Рэдбул Зальцбурге. У Рэдбула 100% будут пустые зоны, 100% в эти зоны можно вбегать. И, наверное, если мы не будем сегодня играть в угадайку состава, я не вижу в этом большого смысла, но есть определенные вопросы по флангам. Флангам атаки, на которые у нас похожа, единственная такая более-менее нормальная ротация может быть. Кого ты видишь на флангах? Антона и, наверное, все-таки Рефата. То есть, полное повторение того же, что у нас было и на Уфу? Если продолжать думать как Марко, то да. Я бы хотел, чтобы... мне нравится и опция с Камано, который, несмотря на то, что до сих пор, конечно, видно не в форме, но может убежать, но, скорее всего, из-за того, что он пропустил полторы недели тренировок, я думаю, что вряд ли это была бы сильно хорошая идея. Но Дима Рапчинский в очередной раз очень здорово выходит, создает два очень ярких момента, после которых Антон дважды бил по воротам, обыгрывая просто игрока в один-в-один, и это тоже нельзя не отметить. Дима создает моменты, ускоряет игру на фланге, в первую очередь в атаку, но я думаю, что все-таки будет более оборонительный вариант с Рефатом, который дает чуть больше объем сзади и надежность. Я согласен с тобой, мне тоже кажется, что Рефат это будет первый выбор Никольча на Зарцбург, именно потому, что чуть лучше остальных действует в обороне, но получается и в моей голове ни Антон, ни Рефат это совершенно бегущие футболисты, но это не те, которые способны полполя пронестись и убежать от соперника в контратаку, получив там передачу за спину, там вынос после углового у наших ворот и понеслась атака. Мы видели прекрасно, как Антон убегал в эти контратаки 3 в 3, когда он первый там 15-20 метров бежит на максимальной скорости, потом замедляется, останавливается, ищет передачи, ищет, куда можно отдать разрезающую передачу, и эта передача не особо качественная выходит еще и к тому же. Ну и Рефат, который тоже, да, конечно, может бежать, но я не представляю Рефата Малединова, который получит мяч, протащит его полполя, да еще и забьет в итоге. Дай бог поворотом попадет, это уже будет за счастье. И в чем тогда шансы локомотива в атаке это получается? Если мы будем сидеть в обороне, у нас низкий оборонительный блок, который не позволяет сильно прессинговать на чужой половине поля, у нас не бегущие фланги, которые больше настроены на розыгрыш мяча, нежели на то, чтобы реально убегать в контратаке. У нас Смолов и Эдер скорее всего как пара нападающих, которые не особо друг с другом знакомы. В чем шанс локомотива на то, чтобы забить гол Зальцбургу? Стандарты получаются? Ну, в первую очередь да, мне кажется. Я полностью с тобой согласен на это сеть того, что я тоже не вижу каких-то особенно сильных сторон у текущего состава. Мне нравится, когда команда убегает в быструю контратаку. Это вот было несколько сезонов назад локомотив филигранно этим владел, когда наверное квинтэссенция этого была в матче гостевом против Зенита 0-3. Трижды низкий блок защиты за один-два пасса доходил уже до чужих ворот в контратаке в быстрой разряжающей в 2-3 пасса и в том числе и Джефф здорово протаскивал мяч на скорости и... Тебе Фарфан приплачивает за то, чтобы ты его упоминал в каждом выпуске? Нет, только Ари приплачивает. Понял. Я не вижу... Да, проблема в скорости атак, она действительно мне кажется первостепенной в локомотиве, потому что ну все топ, современные топ-команды, они бегут. то есть это если вот 5-6 лет назад была эпоха Барселоны, когда все почему-то подумали, что если ты держишь мяч 80% времени, то ты будешь побеждать, то сейчас ну в составе практически всех топ-клубов быстрые, сверхбыстрые кроки, мы об этом еще, конечно, поговорим в контексте Баварии, но локомотива локомотив не может этим похвастаться, потому что наша надежда Камано явно не в форме, даже он не так бежит в данный момент, поэтому кажется, что стандарты гол Мурила видится как самый низкий коэффициент среди всех игроков локомотива. Но у Санкт-Польтона да, к слову, были большие шансы на то, чтобы забить, именно после стандартов были несколько очень хороших ударов, и, ну, я уже говорил, защитники Редбула это не самые качественные футболисты в системе Зальцбурга. Они, ну, видимо, в данный конкретный момент времени набраны скорее для количества, а не для того, чтобы их затем продать за 10 миллионов, 20, 30 миллионов евро. Не такие, как Мурила. В чем еще возможно наш план на эту игру? Это возможно час времени, условно говоря, играть по нам не забьют, все в оборону, а потом уже выпускать быстрых и прессингующих того же Зелуиша, того же Комано, того же Дмитрия Рыбчинского. Это может сработать? Если Локоматик не пропустит к этому времени, то безусловно. Я думаю, что и Зальцбург вполне возможно начнет чуть больше психовать, чуть раньше избавляться от мяча, чем это необходимо, будут действовать чуть больше в атаку. И в том же матче, например, прошлогодних Лиги Чемпионских, когда у Юви были достаточно большие проблемы с созданием голевых моментов, и было видно, что там уже на 30-й минуте они начинают сильно торопиться в построении своих атак, пытаясь там отыграться, как в Турине, либо наоборот повести в счете, просто как было в Черкизово. И мне кажется, особенно учитывая не самую большую опытность австрийской команды, это может сыграть определенную роль, это вот то, наверное, что попытались это репетировать с Уфой, это выход Комано Рыбчинского Зе на последние 30-35 минут. Ну и давай в конце на этой замечательной позитивной новости, что мы можем обыграть Зарцбург только со стандартов, и если на замену выйдет Зе Луиш. Прогнозики, прогнозики, что ты ждешь от этого матча, какой результат на табло будет в конце матча, по твоему мнению? Давай ты первый. А то ты постоянно копируешь мои удачные ставки. Ну я, как обычно, буду крайне пессимистичен. Я не очень верю в набор очков Локомотива таким составом, таким набором игроков. Я не думаю, что сам Рэдбул забьет много, я посмотрел их матчи, мне не показалось, что там убийцы такие, как были в Рэдбуле год назад, они очень, ну, много создают, но и очень много транжирят. Я думаю, что Локомотив проиграет с минимальным счетом 0-1, может быть 0-2 и, скорее всего, сам не забьет. Ну, тотал меньше 2,5 либо 3 звучит, как самая хорошая ставка на этот матч. Я думаю, что действительно, исходя из последних матчей Локомотива, в том числе, не сильно много моментов, как у своих ворот, так и у чужих. Ну, кто-то же должен верить в эту команду, поэтому... Поэтому я тебя и взял на этот подкаст. Мне нравится вот ставка гола Мурила, так и запишем. Надеюсь, Локомотив не проиграет. Очень бы этого хотелось, поэтому вот, да, экспрессик собираем из гола Мурила и Локомотив не проиграет. Ну, то есть это будет 1-1? 1-1, либо коронный похоронный крыха на 90-й минуте, чтобы мы закончили вообще все. А веришь в то, что Зальцбург не забьет? Слабо, если честно, думаю, что... То есть, тебя не впечатляют все вот эти вот 5 матчей без пропущенных, вот это все в последних 6 играх? Ну, кажется, что нет. Я все еще не считаю эту оборону эталонной. Против не самых сильных соперников Локомотива хорошо получилось защищаться, слава богу, не напривозили, но это все-таки Лига Чемпионов немножечко, немножечко совсем другой скорости и другой уровень. Ну, тогда верим в Мурила, верим в Крыховика, верим, наверное, в Зе Луиши тоже, который будет очень важным нашим звеном в атаке. И ждем, ждем от наших ребят новых свершений в Лиге Чемпионов и надеемся на лучшее. С вами был Ежи Подкаст, с вами был Тим, с вами был Саша Малых. Пока!